Официальные партнеры программы Новости дня. Торговая группа Абсолют, Рено Сервис, компания Линия Неба. В прямом эфире Новости дня в студии Илья Бельков. Здравствуйте! В ближайшие полчаса мы расскажем только о том, что имеет значение. Коротко о главных темах выпуска. Мы вообще думаем, что никому не нужно. Оказывается, что люди в республике Барятия все-таки добрые. На полпути в Улан-Удэ родители особенных детей своими силами создают для них центр развития. Как же мы шашлыки жарить собрались? Мы угли готовили. Вот что получилось с этого. Хотели поесть шашлыки, а устроили пожар. На улице Кузнечной сгорел живой деревянный дом. У каждого региона свои особенности. И каждый регион вправе установить те нюансы, которые он посчитает нужным. Под одну гребенку в Бурятии могут ввести новый режим тишины. Теперь шуметь будет нельзя даже днем. Карантин продлили. Городские школы Бурятии будут закрыты до 26 февраля. Такое решение приняли на заседании специальной санитарной комиссии. Работа учреждений дополнительного образования приостановлена на тот же срок. ОРВИ и ГРИП пока не отступают. Несмотря на то, что дети сейчас не учились, но учителя ввели мониторинг заболеваемости детей. Также поликлиники ввели. На основании рассмотренных данных рост заболеваемости продолжается. В связи с чем принято решение продлить отмены учебных занятий. Учебный процесс при этом остановлен не будет. Учителя также продолжат отправлять задания школьникам в электронном виде. Ситуацию с ОРВИ в детсадах в Комитете по образованию назвали стабильной. Потому эти учреждения открыты для посещения. Детям в возрасте от 3 до 7 лет могут назначить пособия. По предварительному подсчету Минсоцзащиты Бурятии такую меру поддержки могут оказать 24 тысячам детей республики. Как напомнили в ведомстве, условием для оформления ежемесячной помощи из бюджета является то, что доход на одного члена семьи не должен превышать 11 тысяч рублей. Оформление выплат пока не началось, поскольку не принята нормативно-правовая база. Однако заявления будут приниматься до 31 декабря текущего года. А выплаты можно будет получить сразу за все предыдущие месяцы. Когда рассчитывали только на себя, но оказались окружены неравнодушными людьми. В одном из наших предыдущих выпусков мы рассказывали о родителях особенных детей. Они своими силами пытаются открыть центр для больных малышей. После сюжета на помощь пришли десятки людей, но работы еще не закончены. Подробности в нашем следующем сюжете. Проемы нестандартные, мы их расширяли, чтобы была доступная среда и могла заехать в колясках. Выпилили до 90 сантиметров, поэтому дверь такая получилась нестандартной высоты и ширины. Здесь мы установили унитаз, уже сделали полностью туалет. Тут тоже выпилили, чтобы могла подъехать в колясках. Пару дверей подарили неравнодушные предприниматели. То же самое касается линолеума. Крупная сеть строймаркетов бесплатно выделила центру «Единый мир» на польное покрытие для всех помещений. После выхода из сюжета в эфир было много откликов, рассказывает Елена. Удалось собрать около 100 тысяч рублей. Все эти деньги уже пустили в дело. Нам хватило средств ровно наполовину, чтобы сделать тот зал. Вот этих материалов, конечно, сюда не хватит. Здесь осталось у нас два мешка штукатурки, два мешка шпаклевки. А на эту комнату, наверное, мешков только 10 штукатурки уйдет. Ремонт идет полным ходом. Нужна сантехника. В помещении центра все еще прохладно. Без дополнительных батарей не обойтись. По воскресеньям на подмогу приходят волонтеры с авиазавода. Сами мамы уже освоили профессию штукатуромалера. Нанимать профессионалов не на что. Даже девятилетний Север взял в руки инструменты. Вот, вложи в коробочку. У меня еще один остался. Здорово получается. Давай я подержу, а ты уберешь доску. Убирай доску. Доску убирай. Он туда положил. Хотя помещение еще в полуготовности, уже завтра в центре пройдет первая лекция для родителей особых малышей. Вести ее будет московский специалист. Он расскажет, как справляться с истериками. И он бесплатно проведет для наших родителей лекции. Мы нашли лавочки. То есть у нас уже записалось порядком 50 человек. То есть 50 человек придут сюда. Чтобы закончить основные работы, нужно еще порядка 200 тысяч рублей. Это по минимуму. Родители уже подготовили проекты для нескольких грантовых конкурсов. Но выигранные деньги можно будет потратить только на учебный или оздоровительный процесс. Ремонт придется доделывать своими силами. Девушки не опускают руки и ждут нашей поддержки. Как бы такая проблема-то. Дети с ментальным нарушением. Мы вообще думали, что они никому не нужны. А оказывается, что люди в республике Бурятия все-таки добрые. У нас самые толерантные. Деньгами помогали. Скидывали. Даже по 30-наму рублю были поступления. То есть, ну, как бы говорили люди. Вот, все, что есть на карте, все отдаем вам. И приходили, работали. Тронули вас? Очень. Прям плакать хочется. Честь. Тоже хотите помочь? Тогда отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж», «Пробел», «Единый», «Пробел» и «Сумма перевода». Реквизиты счетов можно найти и на нашем сайте. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня. Скидка за онлайн. В Госдуме предложили ввести скидку на уплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитков. Автор предложения, депутат Борис Чернышев, считает, что поскольку оплата услуг остается весомой статьей расходов россиян, скидка побудит людей отказаться от бумажных квитанций. Понижение цены будет достигаться за счет экономии средств на бумагу и услуги почты, объяснил он. На сегодняшний день россияне могут получать квитанции как в бумажном, так и в электронном виде. Однако возможность отказа от первого не предусмотрена. Размер скидки предлагается определить уже после возможного одобрения инициативы. У 25-летнего жителя села Иволгинск обнаружено и изъято около 3 килограммов вещества растительного происхождения. После экспертизы стало ясно, что изъятое не что иное, как марихуана. Сейчас возбуждено уголовное дело за хранение наркотических средств в особо крупном размере. О наиболее резонансных событиях расскажем в нашем следующем сюжете. Время постоянной рубрики «Горячая линия ТВКОМ». Пожар в доме по улице Коммунистической 23. Около 8 утра сообщение поступило на пульт дежурного. На место прибыли два расчета огнеборцев. На момент прибытия подразделения пожарной охраны из окна дома шел дым. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации топительной печи. Еще одно возгорание на улице Кузнечной. Около 14 часов загорелся жилой деревянный дом. На место прибыли три пожарных расчета. Причину возникновения огня хозяйка дома называет сама. Я выгребала из кочегарки угли. Они полежали там. Но я думала, что они уже потухли. Я взяла их в эту кладовку, вынесла и поставила там. Но угли были не в ведре. Они были в пакете. А рядом еще 5 или 6 пакетов стояло. Как же, мы шашлыки жарить собрались, мы угли готовили. Вот что получилось с этого. 82 года мне. Вы сами достроили. Свой труд я весь сожгла сегодня. Всю жизнь свою погубила. Возгорание удалось ликвидировать в течение двух часов. Строение уничтожено практически полностью. Видео из рубрики «Народный репортер». Около 7 утра на улице Революции 1905 года загорелся продуктовый супермаркет, прибывший на трех спецмашинах. На место огнеборцы справились с огнем за несколько часов. О жертвах и пострадавших не сообщается. К дорожной хронике. Несоблюдение скоростного режима и скользкая дорога едва не стали причиной ДТП на Шевском подъеме. И вновь скользкое дорожное полотно и нарушение скоростного режима. На этот раз на улице Ботанической столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших среди пассажиров и водителей нет. Чего не скажешь про автомобили. Если впереди идущий Hyundai отделался мелкими повреждениями, то вот трем оставшимся ремонт влетит в копеечку. Госавтоинспекция Республики Бурятия призывает всех водителей транспортных средств не превышать установленную скорость движения. При проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта снижать скорость движения, также иметь запас тормозного пути. По всем фактам проводятся следственные мероприятия. Батар Ламбаев, Данил Дурхисанов, Жаргал Серендашиев. Новости дня. В России хотят ввести правила дневной тишины. Поправка в кодекс административных правонарушений направлена в Минюст. Штрафы для нарушителей будут достигать 40 тысяч. Во сколько шуметь будет нельзя, а кто будет и как регулировать вопрос, смотрите далее. Нарушать покой соседей в Бурятии нельзя с 11 вечера до 6 утра. Но теперь это время может измениться и затронуть даже день. График шума в России планируют сделать общим. Буянить хотят запретить с 7 вечера до 9 утра. И даже днем с часу до 3, а также в воскресенье и в праздничные дни. Днем громкость звуков не должна превышать 80 дБ. Для сравнения это равносильно плачу ребенка. Только в бытовых условиях показатель фиксировать сложно. Роспотребнадзор замеряет лишь технологический шум. Они не замеряют, не делают замеры по заявлению физических лиц. Они работают, соответственно, с должностными юридическими лицами. Житель, если у него шумит сосед, он может обратиться в частную компанию, у которой есть шумомеры. Ну, соответственно, скорее всего, эти шумомеры должны быть сертифицированы. Обращение в полицию тоже не всегда эффективно. Доказать, что соседи шумели, получается не всегда. Даже если зафиксировать нарушение удалось, с ними идут в районные администрации. Горе соседей вызывают на совет административной комиссии. Правда, мало кто на них приходит. Штрафы тоже оплачивают не все. Кстати, с новыми поправками они вырастут в несколько раз. Юристы ужесточения штрафов называют движением не в том направлении. Лучше не создавать новый федеральный штраф, который может и ухудшить положение. Потому что нет до сих пор единого механизма фиксации данного правонарушения. Уж лучше в эту сторону подумать. И нельзя по всех по одной гребенке. Наше мнение у каждого региона свои особенности. И каждый регион вправе установить те нюансы, которые он посчитает нужным. Так, штраф для шумных физических лиц составит до 3000 рублей. Для должностных 10-15, 10-25 для ИП и до 40 тысяч для юрлиц. Встает вопрос, по карману ли нам всем такая тишина. И нужна ли она теперь с такими ценниками и регуляцией вопроса. Мария Кравцова, Данила Дурхисанов, Жаргал Сарендашеев. Новости дня. Реконструкция тепломагистралей, освещение улиц и ремонт дорог. Итоги работы за прошлый год подвели на расширенном заседании администрации железнодорожного района. Какие задачи наметили на текущий год, расскажем в следующем сюжете. В 2019 году администрацией железнодорожного района была проделана большая работа в различных сферах. К примеру, была проведена реконструкция четвертой тепломагистрали на Кирзаводе. В рамках подготовки к отопительному сезону было отремонтировано 11 участков тепловых сетей длиной более 2 километров. В этом году планируется модернизация котельной в микрорайоне Загорск. Совместно с правительством республики мы решили вопрос о выделении 28 миллионов рублей на модернизацию котельной в поселке Загорск. Обещали на апрельской сессии деньги эти поставить, поэтому необходимо уже начинать приступать к этой работе. Результатом работы должно стать снижение негативного влияния на экологию города и улучшение качества теплоснабжения. В прошлом году администрации железнодорожного района проделана масштабная работа по национальному проекту «Чистая вода», в рамках которого при помощи жителей было построено более 7 километров водопровода и 3 водонасосные станции с общим охватом свыше 400 домов. Протяженность составила 526 метров. На работы затратили 30,5 миллионов рублей. Продолжается работа и по устройству наружного освещения. В прошедшем году на 28 улицах района построено 13,5 километров сетей освещения, установлено 419 светильников. В этом году освещение появится еще на 25 улицах. Особое внимание уделяется капитальному ремонту МКД. В прошедшем году по этой программе выполнены работы на 66 домах. На текущий год запланирован ремонт 64. Со своей стороны администрация города продолжит работу по строительству социальных объектов на территории района. В этом году планируется завершить масштабную реконструкцию музыкально-гуманитарного лицея и строительство здания школы номер 40. Начать реконструкцию стадиона «Забайкалец» и строительство стадиона на территории лагеря «Зорка». Провести реконструкцию столовой школы или как гимназии номер 14. Также построить два физкультурно-оздоровительных комплекса 22 и 64 школы района. Это все у нас заложено в плане. Вдобавок на территории железнодорожного района в этом году продолжится строительство ледового дворца и реконструкция железнодорожного вокзала. Андрей Слепнев, Андрей Дармаев. Новости дня. С чего начать бизнес и как он развивается в Бурятии? На первом открытом совещании обсудили волнующие темы молодых стартаперов, а опытные предприниматели поделились своими идеями, как улучшить экономику в республике. Подробности в следующем сюжете. Чтобы создать бизнес с нуля, нужно понимать, куда идти и что делать. Именно для этого у Лан-Удэ построили центр «Мой бизнес». Но на мозговом штурме предприниматели решили, что его недостаточно. И такие центры нужно открыть и в других районах Бурятии. Помимо этого предлагают создать и венчурный фонд. На нашем столе основная, так скажем, идея – это создание венчурного фонда листочки Бурятии. Для того, чтобы можно было бы субсидировать различные стоп-тапы. Сейчас во всем мире это движение по инвестированию, бизнес-ангелы и так далее очень развито. И на самом деле вложения тоже очень интересные, они быстро покупаются. Были предложения создать в Бурятии технопарк, продлить социальный и налоговый режим. Но для каждого бизнеса в первую очередь важен спрос. На нескольких столах слышал мысль о том, что органы власти, представители власти должны больше времени уделять формированию спроса для предпринимателей на территории Республики. Спроса именно экспортного, большого, долгосрочного и гарантированного. И уже под этот спрос наши предприниматели организуют бизнес. Здесь каждый бизнесмен должен, может быть, выразить свое пожелание, свои проблемы и пути их решения. Это очень здорово. И самое главное, чтобы это не легло в песок, чтобы каждый не был проработан и каким-то методом услышал, что его услышали. И все это будет что-то внедрено, что-то отказано или будет проработки. Потому что это самое главное, чтобы тебя услышали. Напомним, Алексей Цыгенов поручил заместителям председателя правительства Республики в течение двух недель проработать предложения, полученные по итогам Кургостолов. И счетной поддержкой для предпринимателей может стать создание трех промышленных парков в разных отраслях. Сегодня мы начали вторым этапом строить дополнительную инфраструктуру. У нас есть опыт промышленного парка, который показал себя хорошо. То есть сюда мы заполнили его на 100% и все сегодня там получают льготные режимы. То есть никто не ушел из промышленного парка. Все работают. Наша задача построить еще минимум три таких промышленных парка. В таких промышленных парках бизнесмены из сферы медицины, сельского хозяйства и переработки промышленности, а также машиностроения могут получить льготы от правительства. Валерия Каратуева, Вячеслав Батоев. Новости дня. Сейчас время небольшой рекламы. Не переключайтесь. Вот что вы увидите далее. Белазы нам полностью подходят для наших условий, для наших расстояний транспортировки. Более миллиарда рублей. Разрез Тугнойский провел масштабное техническое перевооружение. Подробности далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба. Поддержка Бюст. Удобное и качественное прибалтийское и российское белье для женщин. Берегите здоровье, подбирая правильный размер. Скидка на бюстгальтеры без металлических каркасов 15%. Увеличение скидок по дисконтным картам. Оранжевый павильон на фабрике кино. Вход напротив церкви. Ключевская, 25. Самый любимый весенний цветок. Ищем партнеров для реализации тюльпанов российского производства. Крепкие и красивые. С большим пышным бутоном. Телефон 570760. Оптовая цена на партию от 100 штук. 570760. В прямом эфире новости дня мы продолжаем. В АО «Разрез Тугнуйский» одном из крупнейших предприятий по добыче каменного угля на Дальнем Востоке произвели техническое перевооружение. На замену старому оборудованию предприятие закупило новое. Наша съемочная группа побывала на месте и оценила возможности новой карьерной техники. Такого технического перевооружения Бурятия не видела давно. Более 1 миллиарда рублей было выделено на приобретение самосвалов марки «БелАЗ» на замену уже изжившим свой срок эксплуатации терексам. На сегодняшний день на Тугнуйском разрезе эксплуатируется 11 подобных комплексов. И еще 11 новых 100-тонных комплексов вводят в эксплуатацию сегодня. Но и это еще не все. Максимальная грузоподъемность этих «БелАЗов» составляет 130 тонн. Для обслуживания этих современных самосвалов дополнительно закупили специальный робот-тягач, позволяющий буксировать технику весом до 220 тонн. Отметим, что современное горное оборудование полностью автоматизировано. В общем, это жидко-кристаллическое табло, которое отображает полностью состояние машины на текущий момент. Вот, значит, существует видеокамера четырехсторонняя. СУТЭП – система управления тяговым электродвигателем. Полностью отвечает за автоматику и за тяговый электродвигатель. «БелАЗы» 7513 пришли на смену 90-тонным терексам, которые служили на благо предприятия долгое время. Технические характеристики новых самосвалов полностью подходят под условия климата и удовлетворяют всем требованиям компании. Те старые самосвалы, которые 10 лет отработали, они стали неэффективны по одной простой причине, что их надо было ремонтировать, и это достаточно серьезные затраты. Конечно же, просчитав экономическую целесообразность, было принято решение, что именно «БелАЗы» нам полностью подходят для наших условий, для наших расстояний транспортировки. Кроме того, руководство Тугнуйского разреза приобрело новый мобильный столовый комплекс, которых, кстати, на предприятии уже пять. Столовой на колесах позволяет оперативно доставлять питание прямо на рабочие места. К слову, новая техника позволит обеспечить беспрерывную добычу угля, тем более, что все производственные комплексы компании работают круглосуточно. Роман Попов, Евгений Павлов, Новости дня. ТЭЦ-2 в Улан-Удэ могут достроить китайцы. Представитель агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Булат Урбазаев рассказал о договоренности с китайской корпорацией «Синамек». У нее уже есть необходимый опыт. Компания была инвестором строительства Белопорожской ГЭС. Специалисты готовы принять участие в доработке финансовой модели. По словам Урбазаева, сейчас в Бурятии сложно заключать договоры о предоставлении мощности, а энерготариф достаточно высокий. Агентство готово поддержать инвестора, ведь введение новой ТЭЦ даст новое развитие энергетики региона. Строительство детских садов, жилья и благоустройство набережной. Комитет по строительству и Комитет по архитектуре Улан-Удэ подвели итоги работы за 2019 год. Что сделано, а что еще предстоит сделать, детали смотрите прямо сейчас. В 2019 году по Комитету строительства были предусмотрены бюджетные средства в размере 2 миллиардов 560 миллионов рублей. Одно из направлений деятельности – строительство дорог. За прошлый год отремонтировано и приведено в порядок более 130 километров магистрали городской агломерации. Что касается коммунальной инфраструктуры, то и здесь был выполнен большой объем работ. Выполнена реконструкция теплотрасс номер 2, 4 и 5. Обеспечена модернизация тепловой сети общей протяженностью 3 километра 870 метров. Произведена замена оборудования и трубопроводов с применением современных теплоизоляционных материалов. На данном мероприятии привлечены средства федерального бюджета в размере 328 миллионов рублей. Жамсок Армай в своем докладе также отметил, что в прошлом году введены в эксплуатацию пристройки 33-й гимназии и филиал 25-й школы. Начато строительство 10 детских садов. Что касается деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству, то в прошлом году главными задачами стали уточнение границ города, изменения в генплан столицы планируются к утверждению на сессии Горсовета в апреле этого года и борьба с несанкционированной наружной рекламой. Отдельным пунктом можно выделить работу в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Комитетом в 2019 году разработаны дизайн-проекты благоустройства 38 дворовых территорий. Все благоустроительные работы в соответствии с нашими дизайн-проектами выполнены. В настоящее время ведется разработка дизайн-проектов благоустройства 51 двора, включенных в перечень объектов благоустройства дворовых территорий на 2020 год. В целом деятельность Комитетов признана удовлетворительной. Тем не менее, Игорь Шутенков назвал основные направления, на которые стоит сделать особый акцент. Особое внимание. Уделить осуществлению контроля за качественным выполнением строительно-монтажных работ, дорожных работ и все эти контрольные мероприятия начинать уже на начальных этапах. Уделить особое внимание своевременной сдаче объектов и подготовке всех необходимых документов. Достижению показателей результативности в рамках реализации национальных проектов. И, Жамсул Замьянович, конечно, вы должны стать генератором доходов городского бюджета. Между тем, что касается планов на текущий год, общий объем капитальных вложений только в строительство составит порядка 4 миллиардов рублей. Это существенно больше объема, выполненных в предыдущие годы. Средства будут направлены на строительство социальных учреждений, развитие городской инфраструктуры. Батар Ламбаев, Данил Дурхисанов. Новости дня. Совет Федерации поддержал включение Байкала в особую федеральную территорию. Спикер Валентина Матвиенко считает, что эта мера поможет сохранить озеро. Она подчеркнула, что предложение об особой федеральной территории, не входящей в субъекты и находящейся на отдельном регулировании и финансовом обеспечении, одобрили комитеты по конституционному законодательству и госстроительству, а также комитет по федеративному устройству. Однако глава Бурятии Алексей Циденов не исключил и проблемы после включения Байкала в эту категорию. Он заявил, что сперва нужно учесть предыдущую ошибку с Тункинским национальным парком, в котором после объявления его федеральным фактически парализована вся жизнедеятельность. Сегодня во всем мире празднуется День Святого Валентина. В этот день принято дарить Валентинке всем своим любимым и признаваться в чувствах. Наш корреспондент прогулялся по торговому центру и проверил, умеют ли жители города признаваться в любви своим вторым половинкам. И узнал, что же это все-таки за праздник. Мир делится на два лагеря. Одни говорят, что День Святого Валентина – это романтичный праздник. Другие считают, что это просто очередной маркетинговый ход. Ведь цветы и конфеты в этот день буквально сметают с прилавков за бешеные деньги. Но все, что покупается в этот день, все только для любимых, говорят романтики. И здесь, как говорится, шах и мат вам скептики. А теперь немного о празднике. Существует несколько версий появления этого торжества на свет. Кто-то называет этот день «птичьей свадьбой». По другой версии, много лет назад христианский священник по имени Валентин совершил запрещенным римским императором обряд мечания, за что 14 февраля был казнен и с тех пор считается покровителем влюбленных. А его День Смерти стал Днем Всех Влюбленных. Сегодня, во всемирный день всех влюбленных, телекомпания «Тевиком» и радиостанция «Лаврадио» у «Лан-Удэ» вышли в торговый центр не просто так. А для того, чтобы узнать, как наши горожане празднуют этот праздник, и самое главное, как они умеют признаваться в любви. За лучшее признание в любви от телеканала «Тевиком» и «Лаврадио» влюбленные парочки будут получать по букету цветов и не только. Кстати, а вы знали, что первая «Валентинка» была обычным, ничем не примечательным письмом? В 1415 году герцог Орлеанский сидел в темнице и сочинял любовные послания своей жене. Так и родились письма с признаниями. А вот форму сердечек они приобрели лишь в середине 19 века в США. Их создательницей стала Эстер Холланд. Делала она их вручную из подручных средств. Его зовут Роман. Но в данный момент он у нас отсутствует, а я хожу по магазинам, помогаю выбирать ей одежду. Так вот, Рома, мы все знаем, что ты очень сильно любишь Машу. Ты ей очень редко это говоришь, но все мы об этом знаем. Так вот, Рома, Маша тебя очень сильно любит, а ты любишь ее. Рома тебя обожает просто очень сильно. Он тебя любит до невыносимости. Котик, я тебя очень сильно люблю, обещаю в этот день, сегодня. Испечу тебе вкусный пирог. И хочу, чтобы ты мне помыл посуду всегда, весь год. Вот, девочки, запоминайте лайфхак, как мужа заставить помогать по дому. Кстати, вы никогда не задумывались, почему валентинки имеют именно такую форму? Ну, во-первых, это красиво. А во-вторых, у этого тоже есть твоя история. И она, правда, не романтичная. Листы плюща стали прародителями нынешних сердечек. Да-да, вы не ослышались. Античные художники взяли лист и начали его рисовать. Потом уже современные художники год от года его модифицировали. И вот вам нынешние сердечки. Дорогая моя, ты моя самая лучшая девушка. Я тебя буду носить всю жизнь на руках. Я тебя люблю. Дорогая, я тебя очень сильно люблю. Хотел, я тебе каждый день признаюсь в этом. И ты самая единственная на свете, которая долгожданная, всегда любимая. Я надеюсь, что это взаимовыгодно. Я тебя очень люблю. Ты самая прекрасная. На колено. На колено, беда. Да, я его очень люблю. Я вообще благодарна судьбе, что повстречала его. Мы уже 10 лет вместе у нас. А теперь совайте на колено. Да, обязательно. Обязательно. Дорогая моя, с днем Святого Валентина. Я тебя люблю. Спасибо. Батюшка. Сразу видно, давно в браке и сильно любят друг друга. Пока не забыла. А вы знали, что в каждой стране есть свои традиции празднования Дня Святого Валентина? Например, в Канаде влюбленные дарят друг другу белые засушенные цветы. В Австралии вместо валентинок дарят золото и бриллианты. А в Японии шоколад. А вот в Саудовской Аравии праздновать День Валентина запрещено под угрозой больших штрафов. Итак, мы сегодня выяснили, что наши горожане любят День Святого Валентина и умеют его правильно праздновать. Дарят друг другу подарки, валентинки, ну и самое, конечно же, главное, умеют признаваться в любви. И причем так романтично. А это самое главное в этом празднике. С Днем Святого Валентина вас, дорогие Улан-Уденцы. Но у меня остался всего лишь один букет. И я, пожалуй, оставлю его себе. Екатерина и листа. Катя, подожди, дай я волосы, поправлю. Даня, верни букет. Даня! Екатерина Иллистратова, убежавший оператор Данил Дурхисанов с букетом. Новости дня. Ежегодно из-за дефицита йода специализированная эндокринологическая помощь нужна более чем полутора миллионам взрослых россиян и 650 тысячам детей с заболеваниями щитовидной железы. Чем опасен дефицит этого микроэлемента? Расскажем прямо сейчас. Болит голова? Быстро устаете? Появились проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системой? Вероятно, вашему организму не хватает йода. Ни для кого не секрет, что в нашем регионе существует дефицит этого полезного микроэлемента. Йод регулирует обмен веществ и стимулирует работу клеток иммунной системы. Но за всю жизнь мы употребляем извне не более одной чайной ложки йода. Бурятия – тот регион, где насыщенность йодом воды, почвы и воздуха составляет всего 10% от нормы. А вот 90% наш организм получает из пищевых продуктов, свежих овощей, фруктов, классических круп и, конечно же, молочных продуктов. Поступление в организме йода с молочными продуктами обеспечивает вырубку гормонов щитовидной железы, а также способствует укреплению центральной нервной системы. Ежедневно употребляя продукты с содержанием йода, его дефицит можно легко предупредить. Напомним, ежедневная норма – 100-150 микрограмм калия йодита и как минимум 200 микрограмм для беременных и кормящих мам. Инна Садондукова, Андрей Нормаев, Новости дня. А сейчас время рассказать о ценах в праднопродукты в магазинах нашего города. Сегодня речь пойдет об овощах и фруктах. Итак, самые дешевые мандарины из Марокко можно купить в Абсолюте почти за 135 рублей. На центральном рынке за килограмм цитрусов уже придется отдать 180 рублей. Местную морковь нового урожая можно купить как за 25 рублей, так и за 60. Килограмм свежих лимонов опустошит ваш кошелек на 119 рублей 89 копеек, если брать его в Абсолюте. На центральном рынке просят на 80 рублей дороже. Картофель местный нового урожая выгоднее всего купить в Абсолюте за 19 рублей 79 копеек. Килограмм груш конференц предлагают как за 177 рублей, так и за 226. Минимальная цена на виноград черный Молдова – 129 рублей. Максимум придется отдать на центральном рынке – 250. Не переключайтесь сразу после новостей. В 20.10 выйдет программа «Маскульт». Это настоящий путеводитель по культурной жизни столицы. Вы узнаете, какие выставки, спектакли и кинопремьеры обязательно стоит посетить. В 20.25 на ТВ-коме проект «Тухерик». Чтобы заработать денег, горожанам нужно только знать бурятский язык. Таковы правила программы. В 22.10 мы покажем фильм по одноименному роману «Искупление». Действие происходит в послевоенное время в разоренном южном городе. Молодая девушка Саша встречает лейтенанта Августа. Он приехал в родной город в отпуск, чтобы похоронить своих родителей, убитых во время гитлеровской оккупации. Это было дело рук соседа-чистильщика обуви. Август хочет отомстить, но его враг уже заживо гниет от непонятной болезни. От самоубийства Августа спасает зародившееся чувство к влюбленной в него девушке. Таким был этот день. Я напомню главные темы выпуска. Для завершения основных работ по строительству центра необходимо минимум 200 тысяч рублей. Желание отведать жареного мяса привело к возгоранию деревянного дома. Разрез Тугнойский провел масштабное техническое перевооружение. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До нового внедорожника. Все в Рено-сервис. Улица Бабушкина, 189А, дробь 1. Телефон 379566. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба. Игорь Негода. Продолжение следует...